Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы с вами продолжаем изучать меню для разработчиков. Сегодня, ребята, у нас с вами третья часть. Если вдруг вы не смотрели первую, в которой мы разбирали все с самого начала и вторую части, то ссылочка в описании и на первую, и на вторую часть смотрите там, и как включить все там будет. Сегодня, друзья, мы с вами будем разбирать плакупункт как сети. Пункт немножечко такой, ну, запутанный, половина его нам не нужна, половина там нужна только разработчикам, специалистам, но половина пунктов имеет такую интересную особенность, ребята, и мы можем, в принципе, их использовать. Ну, давайте по порядку. Пункт номер один. Сертификация беспроводных дисплеев. Пункт запутанный, нам не нужный, но вкратце. Настройка активирует элементы управления, конфигурации для сертификации беспроводных дисплеев. Если проще все это сказать, то данная функция, ребята, у нас с вами, отображает параметры сертификации вот этих дисплеев, когда вы подключаетесь по технологии Miracast к телевизору, выводите изображение дисплея на телевизор. Ну, как бы, говорю, нам пункт особо не нужный. Ребят, второй пункт. Расширение покрытия Wi-Fi. В принципе, сейчас уже пункт особо такой, ну, не то, что не полезный, но он имеет практическую ценность. То есть, с помощью него вы можете расширить зону действия вашего Wi-Fi устройства. То есть, если у вас добивало, например, до одной комнаты, вы можете включить эту галочку и использовать телефон как репитер и будет добивать до другой комнаты. Покажу сейчас, как это сделать. Для этого, как в известной игре, да, кто хочет стать миллионером, нужна будет помощь друга. Я возьму второй телефончик. Итак, друзья, на помощь нам пришел второй телефончик. ASUS. Смотрите. Вот этот же пункт. Enable Wi-Fi coverage extend future. То есть, особенность допустить расширение зоны покрытия Wi-Fi. Мы его включаем. И теперь, что это, ребят, значит. Например, если у вас здесь есть интернет, вы его раздаете, и он добивает до середины класса, до середины аудитории, до куда-то, то с помощью вот этой настройки в другом телефоне вы можете использовать этот телефон как репитер, то есть усилитель сигнала. И сигнал уже будет доходить до тех мест, где раньше не доходил. Чтобы это сделать, смотрите, как, ребят, все это происходит. Вот я на этом телефончике на втором включил. Теперь вот здесь вот мы давайте сделаем, как будто у нас здесь не Wi-Fi обычно, а именно точка доступа. Вот точка доступа Wi-Fi. Включаем точку доступа. Вот теперь мы с вами… Вот видите, значок здесь в правом верхнем углу. То есть теперь мы с вами раздаем интернет. То есть по большому счету мы раздаем интернет. Вот название нашей точки доступа. Тр-т-т-т-т-т-т-т-т-т. Смотрите. Берем на втором телефоне, на котором включен пункт, вот это расширенная зона, расширение зоны. Выходим. И теперь подключаемся к Wi-Fi. Только не как у меня сейчас подключен, да, к Wi-Fi, а к некой другой сети, именно вот этой, которую сейчас мы раздаем. Вот наша сеть, видите, PowerEyes, и вот эта сеть, PowerEyes. Нажали, подключаемся. Нажимаем подключить. И вот теперь мы подключены с вами уже к точке доступа, которую раздает вот этот телефон. Ну смотрите, ребята, если мы потом нажмем с вами вот на вот эту шестеренку, не работает на MIUI, работает на голом андроиде. Бам! И вот здесь, видите, в правом верхнем углу такая писюшка. Мы на нее нажали. Дальше нажимаем Расширенные настройки. И вот Extend Wi-Fi Coverage. Кто знает английский, тот знает. Расширить зону покрытия Wi-Fi. Теперь нажимаем вот здесь вот галочку. Вот здесь вводим пароль, который был изначально. Нажимаем Сохранить. И все. И вот теперь, ребята, у нас с вами используется этот телефон как репитер. И вот после этих настроек, ребята, этот телефон становится репитером. То есть он уже расширяет зону покрытия Wi-Fi, который раздает вот этот телефон с помощью точки доступа. Так что вот такой, ребята, интересный пункт позволяет немножечко расширить зону покрытия Wi-Fi, если она слабовата. Давайте пойдем дальше. Подробный журнал Wi-Fi. Ребят, опять же, нам он не особо нужен. Нужен людям, которые занимаются какой-то отладкой, что-то смотрят. Но смотрите, если включить его, то что будет? Все ваши сети Wi-Fi, которые вы видите. Сейчас я вам все это продемонстрирую, друзья. Для этого мы все это снимаем с вами. Будут иметь вот такую вот хрень. То есть что это такое? Это расширенный лог сетевых подключений. Не просто как было, вот в названии сети, а еще появится вот это. Кто в этом понимает, дай бог. Кто в этом не понимает, ну, значит, не особо тому и надо. Я не особо в этом понимаю, я вам честно скажу. Поэтому у меня этот пункт никогда не включен, потому что не особо нужен. Давайте отключим его. Ограничение запросов Wi-Fi. Насколько я знаю, это пункт чистой MIUI системы. Написано, смотрите, уменьшает разряд батареи и повышает производительность сети. Попробовал, друзья, найти информацию по нему где-то в интернете. К сожалению, информации ноль. Но, прочитав его своими глазами, посмотрев, что он уменьшает разряд батареи и повышает производительность сети, я этот пункт включил. Включил, причем давно, мне кажется, полгода назад. Ничего плохого я в этом не вижу. Может быть, и ничего хорошего нету, но, во всяком случае, стоит включенным. Поэтому вам говорю, как есть на самом деле. Следующий пункт, ребят, довольно-таки важный. Не отключать мобильный интернет. Что это значит, друзья? Это значит, что если у вас мобильный интернет работает, 4G, 3G, неважно, что это делается, вы заходите в какую-то зону, где есть Wi-Fi, соответственно, у вас начинает ловить Wi-Fi, вы сидите на Wi-Fi, но в это время, если вот эта галочка стоит, мобильный интернет не отключается. То есть, одновременно работает и мобильный интернет, и сеть Wi-Fi. Для чего это делается? Ну, для того, чтобы, если бы Wi-Fi, например, сеть оборвалась, прервалась, телефон бы не думал, что ему делать, он бы тут же, а Wi-Fi, который отрубился, как бы прекратил связь с ним, и мобильный интернет, который уже подключен в данный момент, он начал бы работать с ним. Соответственно, вот это для этого и нужно. То есть, во время обрыва связи, например, Wi-Fi или что-то еще, чтобы всегда у вас уже мобильный интернет был, и вы могли на него переключиться. Хорошо, ребят? Ну, с одной стороны, да. Но с другой, смотрите, вы находитесь в домашних условиях, у вас все время работает Wi-Fi, и получается одновременно работает же и 3G, 4G. Соответственно, расход заряда батареи на это увеличивается. Я думаю, что все об этом понимают. Удобно? Удобно. Но с расходом заряда батареи смотрите, ребят, сами. Аппаратное ускорение, ребят, в режиме модема. Следующий пункт. Что это значит? Это значит, что если... Для чего, во-первых, нужно, смотрите, использовать аппаратное ускорение в режиме модема. Если доступно. В режиме модема это что такое, ребят? Это значит, у вас есть на вашем телефоне интернет. Вы по кабелю, по USB, подключаете ваш телефон к компьютеру и раздаете интернет с телефона на компьютер. И вот если интернет слабый, включите вот эту галочку, то интернет как бы, ну, скорость интернета повысится, наверное, я так думаю. Но смысл в том, что эта настройка нужна именно для раздачи интернета с телефона на ПК. Конфигурация USB по умолчанию. Что это значит, друзья? Вы с нами прекрасно знаете, когда вы USB-шечку снизу воткнете в телефончик, да? У вас всегда там высветится такая здесь некий этот... Что делать с телефоном там? Да, давайте я вам продемонстрирую, что я вам говорю. Подключил я USB и у меня здесь спрашивают, что делать? Без передачи данных, передачи файлов или передачи фото? У меня выбрана, видите, сразу стоит передача файлов. У кого-то выбрана без передачи данных, то есть как зарядка работает, и потом люди вручника это все выбирают. Вот чтобы этого не делать вручную, как раз и существует вот такая вот хрень. То есть вы берете, нажали и ставите галочку. Что, какой пункт у вас будет срабатывать первым, после того, как вы подключите кабель USB к вашему телефону. У меня стоит передача файлов, срабатывает сразу передача файлов. Надо вам только для зарядки использовать. Поставьте вот эту, и у вас будет использоваться только для зарядки. То есть данный показатель как раз отвечает за то, какая служба, какая команда будет выполняться по умолчанию, после того, как вы подключите USB кабель к вашему телефону. Отключить абсолютный уровень громкости Bluetooth. Вот этот пунктик у нас. Что это значит, ребята? Тут, в принципе, в описании все это написано. То есть если у вас есть какие-то проблемы на колонке, или есть какие-то управления на Bluetooth наушниках, и нет возможности контролировать звук на конечном устройстве, то есть колонке там прибавлять что-то еще, надо включить эту функцию, и тогда намного проще будет сделать громче или тише ваше Bluetooth-устройство. Следующее, ребята. Отключить аппаратную разгрузку профиля Bluetooth A2DP. Функция, ребята, такая. То есть надо к ней подходить с осторожностью. Никто не советует ее включать. Однозначного мнения по ней я, к сожалению, в интернете никакого не нашел. Но если у вас есть проблемы с Bluetooth-наушниками, или с Bluetooth-колонками, которые постоянно заикают, что-то такое, в таком случае надо попробовать эту галочку, и по идее проблемы с заиканием должны пройти, но у многих людей часто пропадает при этом стерео. То есть у вас будет монозвук, смотрите сами. То есть это только для, если вдруг у вас проблемы какие-то с Bluetooth. Версия Bluetooth. Тут все понятно. По умолчанию стоит у меня 1.4, ребят. Возможно, поддерживает какая-то другая версия. Не игрался. Ну, я думаю, что чем выше версия, тем лучше. Но вот как стоит, по умолчанию, ребят, не трогал. И не знаю. Советовать вам, не советовать. Смотрите сами. Я в теме Bluetooth не особо силен, поэтому рассказываю своей дилетантской точки зрения именно про Bluetooth. Не то, что остальное знаю, вот это особо не знаю. Дальше. Аудиокодек передачи данных через Bluetooth. Что это такое, ребят? По умолчанию у вас стоит какой-то кодек. Вы подключаете наушники и выбираете какой-то кодек по умолчанию. Вы здесь можете поставить вручную, какой кодек будет работать. Кодеков до хрена. Даже больше, наверное, сказать. Если вкратце прямо о кодеках, что они из себя значат. Маленький ликбез, ребят, я думаю, это будет более интересно. Вот этот CB-SBC. Это самый-самый простой, самый-самый стандартный Bluetooth кодек. То есть на нем работает 80% всех устройств. И дешевые, и средние устройства. Самый посредственный звук, который может быть без всяких усилений, без улучшений. Следующий кодек. ASC. Это уже как бы на ступеньку выше. Это первый уровень, а это уже пятнадцатого уровня. То есть следующая ступень после этого кодека. Стандартный кодек, но уже со всеми улучшенными параметрами. Лучше качество звука от проводных устройств в основном. Но по большому счету это следующая ступенька после этого. Дальше пошли вот эти кодеки, ребят. APTX и APTX HD Audio. Это уже такие хорошие, если у вас наушники или колонки поддерживают это кодеки. В основном наушники, да. То считайте, что у вас хорошие уши, потому что это уже чистый беспроводной звук. В высококачественных смартфонах, динамиках, наушниках, планшетах. Это уже прям вот охренительно. А где HD Audio, это вообще хорошо. То есть это еще одна ступенька выше, чем вот это. Уже вот это APTX хорошо. Это следующий вообще шоколад. И пошел следующий кодек вот этот. LDAC. Это уже прям для топовых ушей, ребят. В которых поддерживается практически как CD-диск. Вы слушаете, вот качество такое обалденное. Вот этот кодек уже позволяет делать, добиваться такой музыки. Все остальные какие-то вот LDAC кодек и LHDC. По большому счету это одни и те же кодеки. Очень хороший, только этот кодек, по-моему, от Sony, ребят. А этот кодек уже используют все китайские Huawei, Honor, Xiaomi в том числе. А по большому счету это один и тот же очень хороший кодек. Но, опять же говорю, если у вас устройства охренительно хорошие, наушники поддерживают несколько режимов кодеков. Там 3-4 кодека можно в одних наушниках использовать. Тогда надо включать что-то, заморачиваться. Если есть наушники, они поддерживают один вид кодека. Чтобы вы сюда не поставили, будет поддерживаться тот кодек, который поддерживается Bluetooth-устройством. Дальше пошли, ребят. Частота дискретизации при передаче через Bluetooth. Ну, вы сами понимаете, как это в простых компьютерах и здесь. То есть, чем, по идее, больше мы поставим, тем лучше. Но, ребят, для обычного человека 44.1 это уже хороший результат. Все остальное это для меломанов с их акустическими системами. Я вам, ну, на самом деле так и есть. Дальше. Глубина кодирования звука при передаче через Bluetooth. Аналогично прошлому. Чем больше, тем лучше. Но уже даже при 16 бит звучит замечательно и не надо выкобениваться. Режим аудиоканала Bluetooth, ребят. Здесь все понятно. Что вы хотите послушать? Моно или стерео? Все, других настроек здесь нету. Все очень просто. Теперь. Здесь можно вот кодеки. Самый хороший LDAC, LHDC. Я вам когда говорил про до этого в кодеках, какие были, да, ребят? То, что это самые топовые кодеки. Только вот это соневский кодек, а вот этот кодек для, там, от китайцев. Вот. Здесь вы можете настроить еще, то есть, как бы, такие улучшенные настройки, продвинутые настройки этих кодеков. Там мы можем просто его выбрать, чтобы он по умолчанию был. А здесь мы можем даже настроить, оптимизировать, по большому счету. Выбрав это, мы выберем качество звука, это баланс, это скорость подключения. То есть, что вам надо? Хотите чуть похуже звук, но чтобы без заиканий все хорошо передавалось, там далеко? Пожалуйста, это. Если вы рядом с устройством, находитесь, и сигнал Bluetooth охренительный, выбирайте качество звука, и будет все хорошо. То есть, здесь вы выбираете еще такие расширенные настройки кодеков. Стоит обычный наилучший результат. Это для LDAC, это для LHDC кодеков. То есть, два одинаковых. Здесь выбирайте то же самое, только настройчик побольше. Но я говорю, ребята, это должны быть продвинутые уши, чтобы они это поддерживали. Как бы простые вот у меня наушники AirDots 2 Pro S от Xiaomi. Да, там APTX есть, и все этого достаточно. То же самое, ребята, как и в прошлом, только с кодеком APTX. Что выбрать? Либо высокое качество, либо низкие задержки. Ну, выбираем высокое качество. Это тоже одна такая расширенная настройка кодеков. То есть, вот здесь вот, еще раз повторюсь, вы выбираете, какой кодек будет использовать ваше устройство, если ваше устройство поддерживает несколько кодеков. А здесь выбираете расширенную настройку каждого выбранного кодека. Выбрали вы там, что устройство будет по этому кодеку работать, значит, вы здесь выбираете, можете поиграться. Но, ребята, я говорю, в простых наших наушниках вы это никогда не заметите, поэтому, ну, и не хрен с этим связываться никогда, как говорится. Ну, и что, ребята, последнее. Максимальное количество подключенных Bluetooth-устройств. Я думаю, на этом пункте мы сегодня закончим третью часть нашу. Что значит? То есть, использовать по умолчанию пять. Сколько Bluetooth-устройств может быть одновременно подключено к вашему телефону? Не одновременно, вообще подключено, да, работает. То есть, у вас работает, например, колонка, подключена там, не знаю, Bluetooth-мышь, Bluetooth-наушники, Bluetooth-хренушники, что-то еще. И вот до пяти подключений вы можете использовать, больше нет. К сожалению, что-то я упустил момент, не знаю, где это поменять, почему этот пункт у меня неактивный. Но в прошлом телефоне на Asus было два, помню. Здесь вот пять уже хорошо. Что ж, друзья, давайте на этом третьем часть нашу мы закончим. В четвертой части разберем вот и отрисовку, а может быть даже аппаратное ускорение. Но на этом, это видео уже, ребята, так за лимиты времени выбивается, как говорится. Все, ставьте лайкосы, ребят. Повторюсь еще, первая, вторая часть внизу, четвертая часть в будущем смотрите. Всех благ, вам удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok